Всем здарова, всем привет, вы на канале Гамбита. Здарова, ребята, и да, я таки дотащил богиня косты Фрейи, извините, что не было видоса самой Гачи, потому что я начал её крутить, но потом забыл о том, что я не освободил место. Короче, у меня видос просто не сохранился с прокрутом Фрейи, она мне не сразу выпала, так что я там крутил много, вытащил парочку прикольных персонажей, вытащил себе Лиску, пропал себе БК-коробки и достал вот эту богиню красоты. И честно сказать, пока первые тесты, которые я проводил больше на арене героев, вот, потом видосик тоже будет по арене героев, он кайфовый, то есть Фрейя очень кайфовый персонаж, особенно с учётом того, что она ещё и пвпшный персонаж, неплохой. 8% баз за каждого, восхищение накидывать, что, кстати, очень прикольная тема, типа, сделана работа над ошибкой над Гислой, вот. Вот, типа, и истребление тоже классный, кстати, эффект, вот, и я ещё не пробовал её на арене, сейчас будет её первая, вообще первый тест на арене, но говорю сразу, шкаф у меня замахшен ещё с красной Фреей. Вот, так что она у меня мощная, и по команде Фрея с Фреером, брат с сестрой, Тюр, потому что бог войны, потому что он меня прикалывает, и он сейчас на внешке, поэтому, да, типа, у меня гемов сейчас очень мало. И на наш четвёртый слот для того, чтобы разгонять просто убер-базу, и я хочу на это посмотреть, вот, честно сказать, я хочу на это посмотреть. И, кстати, типа, то, что сейчас Фреер не с линком Тармы, тоже очень важный момент, потому что, по идее, как Фрея, самого опасного персонажа по пронзе, к сожалению, не по атаке, а именно по пронзанию, будут агрить на себя. И она, да, она не работает с Гислой, она работает только одно очарование, либо же, ну, типа, одна вот серая метка, и выбирается исключительно, кто самый левый, вот, поэтому эта тема тоже не работает, что обидно. Ладно, команда Архангелов, де-факто, очень неприятная для меня, но, я хочу попробовать дэмэдж повыдавать, ну, чутка дэмэджа, и забрать Марго. 220 тысяч, 97 тысяч раз, ну, сейчас дать, а, она всё равно критует, 104 тысячи, ну, да, там же истребление, 50% сопротивление к этой обороны, ну, типа, это люто, вот, команда лютая получилась, мне по кайфу. Не знаю, конечно, типа, как вам, типа, возможно, вам Рагнарёки не нравится, и, де-факто, это очень дорогая тема, реально, убер-дорогая, потому как, ну, типа, сейчас выйдет зелёный эска Эларник, он будет лайтово играть против этой команды, потому что, сейчас команда играет именно на лютом стакинге. Подожди, это Маэль? Это, это только же был дэмэдж Маэля? У меня, ладно, там была слишком большая разница по БК. Так, давайте сделаем так, так и так. Просто смотрим на второй, на вторую карту Фрей и его дэмэдж. Слушай, 325 тысяч, это обычка, ребят, если что. Присби, не добила Маэля, а могла бы добить. То есть, ну, объективно, такой прям убер-пользы, кроме того, что он даёт халявную ещё внешку, вот эту вот, юарную внешку, потому что это сезонный персонаж. Ну, я, честно, особо больше и не вижу. То есть, просто прикольный фановый персонаж с весьма неплохими характеристиками. То есть, если глянуть чисто статы, ну, это, ребят, это обычка. Ладно, оборону не смотрите, я зэшка, потому что ещё бонус от Нанаша есть. Фрейер тоже неплохой, типа, ну, да. Ну, да, чё-чё-чё-то она как-то слишком прям приапанная. Так, давайте подчекаем дэмэдж. Золотой сингл Тюра, уже на внешке, уже 200 тысяч выдал, 500 тысяч от Тюра. Ну, блин. Мне Рагнарёки сейчас нравятся, они кайфовые, вот честно вам сказать. Команда не убер-сильная, но она весёлая. Она просто банально весёлая. Давайте ещё, давайте ещё. Ну, мне нравится команда, мне нравится Фрея, то, как она сейчас доминирует на арене. Вот, до появления Айсконора. И на самом-то деле, типа, ребят, если вдруг вы думаете крутить Тюра, ну, Тюр дорогой персонаж сам по себе. Это однозначно. А он здесь москемный в этой команде, потому как нужны... Нужен Тюр здесь. Потому что это доп-дэмэдж для Рагнарёк. Вот этот дэбавчик, который накладывается на убер-валуевный. Но, к сожалению, я попадаюсь чисто против арков на 200 тысяч бака. Так, ну, мы снова проверяем дэмэдж. Мы можем сделать так, так. И, примерно, даже, наверное, я сейчас Фрея раскину для того, чтобы полноценно собрать Маргарет. 172 тысячи. Ну, дэмэджа уже не так много, как хотелось. Да, что-то было не то с теми арками. Возможно, здесь три стан, четвёртый слот. Возможно. Так, хорошо. Но сейчас явно будут щиты, это будет проблема для меня. Вот. Зарак. Ну, снятие, да, снятие будет дэбафов. Вот. А, это, блин, бот. Я против бота попался. Да, ну, предыдущий бой тоже против бота. Я бы хотел посмотреть, как реальный игрок будет пытаться играть против вот этого. Видите, дэмэдж, да? Это только что было АУЕшка Маэля. В команду убер задефанных. Так, давайте так. А, вот так я хочу сделать. И вот так попробовать. Попробовать дэмэдж. Лизки нет. Ну, типа, да. Типа, вот проблема в том, что Архи нужно побеждать чисто. Не через криты, а именно через дэмэдж. Ой, как же мало дэмэджа. Маэль под на наше. Ну, типа, это сильно. Да, на наше. Тристаны, я думаю, с Тристаном Архи даже на боте могли бы меня подзабрать. Потому как... Ну, мне не будет так много дэмэджа. У меня будет убер мало дэмэджа против Архи с Тристаном. Ну, вот проблема в том, что и Архи как-то мне не особо тоже много дэмэджа вносит. А Маэль должен бить её. И там ещё 40% дэмэдж редакшн. С учётом того, что она увеличивает себе базу. Фрейр увеличивает базу. И по вот этому всему в обычке идёт дэмэдж в минус 40% от Маэля. Мне нравится. Однозначно мне нравится. Так. Давайте вот так, наверное, сделаем даже. Типа, просто для Кордрова. Так, Маэль пострадал. Маэль сейчас... Ну, ещё сильнее пострадал. Блин, прикольная команда. У неё базы много. То есть, это та тема, которую я постоянно развиваю. Типа, знаете, когда выходит коллаб. И вот я играю на коллабах. Типа, на коллабах я обожаю играть. И это донатная тема. Во. Я любитель такого. И здесь та же самая тема. Это, грубо говоря, ехидна, только чуть сильнее. Потому как ещё вот этот бафчик плюс сам по себе фрейер посильнее. И соло таргет дэмэдж у него жёстче. Боже, у меня просто две голды на фрейере можно было сделать. 218 тысяч. Ну ладно, тут уже на наше добивать такое себе удовольствие. Старик, приветы. Прям под видос. Прям под видос. Вот. Старик, если что, увидишь этот видос, пиши в комментариях, что ты увидел себя в видосе. Вот. И идея тут как раз в том, что тут больше базы, чем в моих любимых коллабах. Тут реально, тут команда плотнее. Они сильнее стакаются. Очень сильно стакаются. Вот. Плюс сам по себе фрейер. Она тоже типа разгоняет все статы. Да, на 15%. Но всё равно типа разгон есть. И вот демоны. Пожалуй, самый главный бич. Наверное, был. Так, тут еду на уклон желательно, конечно, проверить. Типа, допустим. Я даже, наверное, с дедом. С дедом поиграю. Вот так. Это был дэмэдж в деда. Это 205 тысяч. Так, лингтар. О, отлично, ещё таргетинг опигенный вышел. Мела. А может ты кританёшь хотя бы разок? Ну хотя бы... Ладно. Раз кританул и добрал мела. Ну, блин. Ну, блин. Это демоны, которые рассыпались от первого хода. На самом деле, я думаю, что типа защитные демоны бы выиграли у этой команды. Вот. Если бы они ходили первые. Однозначно бы выиграли. Но здесь пока у меня преимущество. Слишком дохренищая база в этой команде. Это вот коллабы. Но только на максималочках. Потому что Фрея тоже убер. Плотно у неё ещё фуловый шкаф. Она стакается. Тюр выдает огромнейший валуев пвп. Просто анрел какой валуев пвп. Ну, 170 есть такой демодж. 90 в Эстеросу и он падает. Я в восторге. То есть, я уверен, что у тебя в комментариях будут типа такого плана, что вот короче смотри, это всё просто конста. Нет, тут убер дохренища базы и без конста. Конста просто типа знаете такой маленький чуть-чуть сверху. Но это внешка на Фреере. Ой, на Фреере. Да, внешка на Фреере. Я её покупал давно. Типа он у меня, наверное, почти фуловый. Это фуловая внешка на новую Фрею. Что тоже очень дорого. И это тюр. Ну и ладно, типа там Фрея и Фреер. Это бесты персонажи. Типа их там иногда по чуть-чуть качают. Но не прям убер сильно, вот как я делаю типа под пвп. Потому что под пвп нужно вымаксить просто весь шкаф. И желательно как... Ну, ты серьёзно. Вот ты серьёзно. Ну, хорошо. Хорошо, я тебя услышал. Давай поиграем через соло-таргет дэмэдж. Давай поиграем через соло-таргет дэмэдж. С чем-то вот, что... А, красный Артур сейчас не работает. С линком Тармы. Был бы Твига здесь, я бы проиграл. Боже мой. Я от него забрал, второй человек вышел. Такой, не, не, слушай, а теперь ультимейт Эсконора. Хочешь забирать или нет? Сейчас я, наверное, даже... Ладно. Я могу снять стойку. И поиграть снова по дэмэджу по Эсконору. Неа. Неа. Тюрент такого не лопается. Ладно, давайте выберем вот так. Я сдвину викпоинт. И давайте снова вот так сохраним. Ну да, Артур не разгоняется. Нужна вся команда людей. А тут фраудрин в формации. Поэтому тяжко. Поэтому тяжко отыгрывать Артур. Артур очень тонкий здесь. Бедный чел. Я думаю, я плевнул бы на его месте, если бы увидел столько много карт фраудрина в ультраше фраудрина. Ну не, ну не. Это прям как-то люто. Это просто очень люто. Ладно, давайте делаем так. Так и так. Сейчас, да, я фраудрина уже буду добирать. Потому как... Надо было фраудрина... Да, вот здесь мой косяк был. Но, кстати, прикольно было посмотреть на ультимейт Эски. Если бы здесь был бы чуть выше ультимейт. Потому что нужно было сначала фраудрина забрать. А потом уже по Эски дамажить. Чтоб не было вот такого вот. Но с другой стороны у меня все равно наш Е4 слот. Который бы в любом случае добил бы все это дело. Так давайте еще бои. Еще бои. Прикольная тема. Вот. Боже, я сегодня слишком много растранжирился в плане гемов. Типа гемы на внешку. Гемы на Фрейю. И гемы еще на арену. Ну, ребят. Поддержите лайк этот... Типа поддержите лайком этот видос. Типа все остальное. Поклянчу немного. Подписывайтесь на канал. Здесь будет реально много контента. И следующий контент я думаю сделаю просто 3 очень хорошие на данный момент команды на ГВ. Ой, на... Ну, надо. На ГВ типа. На вот как раз. На арену героев. Вам, думаю, они понравятся. А 2 из которых играют от 2 хода. Но вторая слишком дорогая. Первая такая лайтовенькая. О, кстати. Здесь может быть еда на уклон. Давайте так сделаем. Проверим еду на уклон. И я хочу поработать сверху еще по Дианке. Ага. Тарник на Твига. Ну, Твига мне задают чисто сейчас своим авторитетом. Ну, тут много... Блин, Твига выжил. Мое уважение, Твига. Снимаешь я понельзя. Мы его все так уважаем. Твигот красавчик. Твигот реально красавчик. Так, стойка Дианы. Ай-яй-яй-яй-яй. А это будет работать против нас. А это будет... Метка все же бана очень противная. Чертовски противная. Тюр. Нет. Тюр нет. Тюр говорит нет. Не сегодня. Я думаю, мы сейчас снимем стойку. И останется Твигой. Нужно будет Твига забрать. Попробую Твига через Фрею забрать. Типа, если мы сейчас быстро заберем Твига, Дианка станет тоньше. Смейся, Твига! Блин, за... Ребят, вот я, знаете, я сейчас записываю. Тюр, да, там, типа, Фрея, Твигот. Вот мощь. Я, я уверен... Это, знаете, я в прошлом видосе там, типа, делал... В одном из прошлых видосов я делал, типа, голосование. Команда Элар Мела против... Типа, команда Тим Лос против Тим Эски. А сейчас все такие Тим Тюр, да. Ну... Ладно, в любом случае, я все еще плотный. Я могу сейчас полностью весь свой дамаг. Наверное, даже так сделаю. До ульты Фрея не дойду, да? Да. Я, наверное, тогда сделаю... Раз, два, три. Вот так сделаем дамаг. У нас будет два ульта. Заодно посмотрим на 1-6 ультимейт Фреи. Сейчас банда... Бан упал. Бан... То есть, вы видели дэмэдж, который входил Твигода? Твигод, и он Твигод танщит. Он два раунда тащил. Третий раунд, он все еще живой. Бан. Получил две карты и ушел домой. Зачем нам в фестивале, когда есть банально Твига? Боже. Этот видос можно говорить Фрея и Твига. Я сделаю маленькую вставочку Твигода, как раз с пасхалкой под этот видос. Я думаю, он вам тоже понравится, типа, идея такого... Такой вставочки. Итак, Фрея 1-6 ультимейт. Но пока больше я крутить ее не планирую. Давайте выдам дэмэдж вот так и... И вот так. Я просто сдвину карту. Я хочу посмотреть на дэмэдж, и вдруг сейчас бездна заиграет на 1-6. Ну, неплохой дэмэдж, я вам так скажу. Совсем-совсем неплохой. Так, и Твигод остался. Твигода нельзя убить. Это, знаете, это когда смотришь Терминатор, старый фильм. Это первый Терминатор, второй Терминатор. Вот Твига чисто оттуда. Не будь это бот, я бы сдался бы чисто такому Твигоду. Вот, а объективно я бы ему сдался бы. Но он слишком... 20-7. Наконец-то мы добрали Твигода. Но это машина. Это просто машина. Это таун, который остался до конца. Вот таким должен был быть на Уфумич. Вот. Просто танчить в себя все. Это щит. Ладно. Давайте следующий бой. У нас еще будет два боя. Но Твига порадовал. Объективно Твига порадовал. Это был такой, ну, типа, кайфовенький бой. И Фрей от Убер до хрена статов. Ладно, там внешка замакшена. Что очень добавляет базы. Но здесь как-то реально Убер много статов. Именно для Фреи. Фрея прям тащит. О! Радекс Паладинов. Какой интересный. Я бы по бану бы поиграл. Немножко так. И попробовал бы лоса добрать. Потому что базы в этой команде люто. Так, бан почти упал. Вопрос, падает ли сейчас бан или нет. Второго уровня карта. Падает ли вся формация или нет. Куда смотреть? Куда смотреть? Это страшно. Типа, команда прикольная. Вот мне команда сейчас реально нравится. У меня появляется уже мысля сделать хпдфный сет на Фрейера. Для того, чтобы было больше БК в элитке. И попробовать вот эту вот команду именно в элитке. Хотя в элитке она будет себя показывать, честно говоря, хуже. Вот для элитки эта команда не годится. Потому что тюр хпдфе, ну, не особо много дамажит. Фрея в хпдфе. Ну да, у нее будет много статов. Но это не те статы, которые я бы хотел видеть. Давайте сделаем так. Вот так и вот так. Хард дров будет неплохой. Именно в таком раскладе. И меня не залочит линк Тармы. Да, здесь должен был быть линк Тармы, который бы выхилял Дианку. Ну, Твига сильнее Дианы. Ну, объективно Твига сильнее. Ну, вы видели. Все. Ну, это кайф. Это, вот, знаете, это рагнареки. Они становятся сейчас настолько дорогими. Вот по сравнению с остальными командами. То есть фестивали, там, демоны. Мы их делали долго. Эта команда просто врывается сейчас. И, де-факто, вот именно такая вот команда с реликом, который тяжело сделать. Тяжелее, чем на коллабах сделать в Тареликвии. На Фрейера. Вот, релик на Фрею. Но эта команда сейчас выглядит именно как команда коллаба. То есть, именно вот киты, которые крутят там коллаб, сразу выкручиваете максимально. Вот. Френдзона? Блин, ребят, меня сейчас зафэнзонили. Какая досада. Вот. Вот здесь, кстати, будет тяжелее. Здесь сейчас, кстати, мне будет... Да, намного тяжелее. Может, тут и Артур работает, и Твига на линке. Ладно, какой-то демош я пока вношу. Какой-то демош я сейчас пока вношу. Смотрим дальше. Команда людей. А она, в принципе, будет такой же самой по плотности. А еще здесь будет зеленый эска, который будет просто разваливать. То есть, вот команда бан. Вот как раз сейчас показательный момент. В том плане, что бан... Вот, да, сейчас Твига у нас в формации. Но все равно будет еще какой-то четвертый защитный линк. Поэтому нормас. Поэтому реально нормас. То есть, типа, команда людей будет такая же самая по плотности. И вот как раз Тюру, вот если вы вдруг будете срываться, не срывайтесь. Эска будет такой же самый лютый. Так, ладно. Там линк от армы нет. Поэтому можно сделать так, так. Ну, пускай так тоже будет. Микро немножко отошел. То есть, вот так же самое тяжело будет сбивать вот это все дело, когда выйдет вот эска. Так что, ребят, это сейчас фановая команда. И я просто фанюсь по ВП, потому что мне нравится. Блин, у тебя снова стойка. Аллоу. Артур. Он даже пробил. Воу. Недурно. Реально недурно. Так, Твигот нас не пробивает. Так, там бан скоро будет на ульте. Вот это проблема. Ну ладно, у нас неплохой рассказ по картам сейчас идет. Может, в принципе, мы сейчас и доберем Артура. Но я на это очень надеюсь. Да, мы добираем Артура. Все же сингл таргет демош увеличивается благодаря релику Фрейера. Все, у бана нет защиты. У бана нет. А у меня уже идет бонусный стакинг от Фрейера по бафам. Мерлин для ультраш. Ну да, типа, это очень крутая команда. И вот вместо Мерлин, то есть Твигот, да, даже не Твигот уйдет в четвертый слот. Какой-то другой защитный персонаж. Артур, Эска и все. Я просто эту команду не буду пробивать. А у них стакинг по плотности будет люто. Так что, ребят, ждите Эску. Качайте Эску. Он сейчас кайфовый. Вот. А, ну что, у нас ультимейт. Викпоинт. И снова скилл. Максимальный демэдж от Викпоинта. О, и не максимальный демэдж от Викпоинта. От ультимейта 1.6. 374 от Викпоинта в обычной. Я считаю, это победа. Я считаю, новая Фрейера получилась весьма кайфовая. Но ПВП юзать, она убер дорогая. Вот для ПВП, вот эта команда, которую я сейчас вам показываю, она убер просто дорогая. И я что сомневаюсь, что... Ну, ладно, если вы сделаете, пишите, что вы сделали эту команду. Вы выигрываете, говорите про ваш винрейт на этой команде. Мне будет тоже интересно в этом плане. Ну, а на этом всё. Спасибо за внимание. Вот такая вот получилась у нас Фрея. Вот. Я кайфанул. Я кайфанул. Думаю, кайфанули вы. На этом всё. Спасибо за внимание. И до скорого. Покедова. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии. Буду интересно почитать. Пока. Пока.